Доброго времени суток! С вами канал Shara Games, меня зовут Дмитрий и сегодня у всех любителей Pokemon Go и компьютерных игр есть повод для радости. Именно сегодня я вам расскажу как установить игру Pokemon Go на ваш ум. Для этого нам понадобятся три файла. Это сам файл АПК игры Pokemon Go версии 0.35. Это самая последняя актуальная версия, которая доступна на данный момент. И два лаунчера это Nox Setup и Bluestacks Setup. Все эти файлы вы можете найти на нашей статье. Ссылка на эту статью будет в описании под видео. Отсюда же вы сможете всех скачать и в дальнейшем установить. Итак, для начала я вам покажу, как установить Pokemon Go при помощи Nox. Запускаем Nox, нажимаем да и install. Установка вручную нам тут не нужна, он в принципе сам установится куда ему нужно. Установка довольно быстрая, как видите, занимает буквально меньше минуты где-то, секунд 45. Так. Так. Отлично. Нажимаем старт. Подождем совсем немного времени, пока у нас Nox запустится. Так. Nox у нас запустился. Сразу переходим в настройки и нажимаем вот на эту шестеренку. Так. Нам обязательно нужно включать вот права. Вот они включены. Язык также можете выбрать любой, непривычный на русском. Так. Сохраняем изменения. Переходим в расширенные. Здесь выставляем высокое. Настройки запуска. Настройки запуска. Можете поставить любые, но мне больше нравится планшет с Full HD экраном. Режим совместимости, либо скоростной режим также. По выбору смотрите, как у вас лучше будет работать сама игра. В принципе все. В принципе все. Можете поиграться с интерфейсом, но это уже на любителя. Нажимаем сохранить изменения. Закрываем. Так. Теперь. Плюсом Nox является вот эта вот кнопочка, которая позволяет довольно быстро и удобно все геопозиционировать. То есть если вам нужно куда-то перейти, допустим в другую какую-то страну и хотите ловить покемонов именно там, то можете спокойно, быстро так вот выбрать себе какой-то город. Например, Сан-Франциско. Чтобы передвинуть ползунок, кликайте в любое место и нажимайте вот здесь ОК. Все отлично. Так. Теперь установим саму игру. Для этого нажимаем вот на эту кнопочку. Отлично. Выбираем наш АПК файл. Открыть. И как видим, началась установка. Установка также довольно быстрая и уже сейчас через несколько секунд мы можем увидеть примерно в этом месте новый ярлычок. Да, Pokemon Go у нас установились. Ну, сразу запускается. Основным плюсом АНОКС является то, что у него есть такая классная довольно таки функция, которая позволяет менять скорость персонажа в игре. То есть вы можете двигаться как пешком, а так типа как на велосипеде, на машине и даже на поезде. То есть передвигаться либо очень быстро, либо как стандартный человек. У BlueStacks, который я покажу чуть позже, к сожалению, такой функции пока нет. Есть только функция что-то типа бега, то есть немного ускоренного передвижения пешком. Так, отлично, нам нужно войти в аккаунт Google. Так, нажимаем существующий. Так, я изготовил почту специально для этого случая. Копируем, вставляем. Вводим пароль. Отлично, нажимаем далее. Ок. Так, рассылку получать я не хочу. Убираю эту галочку и далее. Да, иногда бывает появляется запись при первом запуске GPS всегда not found. Это ничего страшного. Для этого нужно просто перезагрузить наш эмулятор. Перезапускаем Nox. Так, нажимаем Pokemon Go. И ждем, пока у нас игра загрузится. Как видите, надпись GPS на found уже нет у нас. Прорисовывается карта. Выглядит довольно хорошо. Мы можем двигаться, используя Last. Так, нажимаем вот на эту кнопочку. Мы включаем ту самую функцию, о которой я вам говорил. Что мы можем здесь сделать? Мы можем менять буквы управления на те, которые вам больше всего нравятся. Нажимая сохранить, мы можем редактировать прозрачность вот этой функции. Можно вот эту поставить примерно на половине, наверное. Чтобы она нам особо не мешала. Нажимаем OK. И вот нажимая E или Q, мы соответственно увеличиваем и уменьшаем скорое движение нашего персонажа. Так, ну а в принципе это все. И дальше мы можем уже переходить к BlueStacks. Закрываю. Так, BlueStacks устанавливается точно так же. Двойной клик. И начинается установка. Нажимаем да. Далее. Выбираем место, где будут содержаться данные. Далее. Установить. Сама по себе установка BlueStacks протекает дольше, чем Nox. И запускается BlueStacks так же дольше. Отлично. Установка завершена. Жмем готово и запускаем BlueStacks автоматически. В чем плюсы именно BlueStacks? В том, что через него можно стремить, не используя ничего. То есть это уже готовая платформа для того, чтобы вы показывали свою игру миллионам ваших зрителей. Также это наиболее популярный эмулятор среди всех доступных на данный момент. К минусам, наверное, то, что он довольно долго устанавливается. И еще одним минусом BlueStacks будет то, что при установке потребуется ваша почта. Это обязательное условие. То есть у вас уже заранее должно быть заготовлено какой-то там email, чтобы начать пользоваться BlueStacks. Так, вот здесь вот точность для данных. Нажимаем не сейчас. Выбираем язык. Выбор довольно большой. Долистаем до русского. Вот он русский. Жмем далее. Опять сразу просит аккаунт. О чем я вам уговорил. То есть без него уже никак. Открываем нашу почту. Копируем, вставляем. Так, жмем далее. Окей. Соглашаюсь. Все готово. Отлично. Далее. Платежные данные нет. Здесь же указываете имя и фамилию. Вяжем далее. Так, отлично. Все готово. Так, нажав на эту кнопочку, вы можете просмотреть все приложения, которые у вас установлены. Также есть функция геолокации. Она выполнена не так хорошо и красиво, как в Noxy. Несколько неудобно. Приходится делать вот такие вот вещи и подбирать все. Именно в таком виде. Точно неудобно, но что ж поделаешь. Приближаем на плюсик, удаляем на минусик. Так, вот мы почти подошли. Так, как вы помните, я выбрал примерно вот это место. И сюда же я буду ставить галочку. Отлично. Ну вот, например, здесь. Ничего подтверждать тут не надо. Локация ставится автоматически. Так, все готово. Можем это закрывать. Нажимаем на кнопочку APK. Убираем Pokemon Go. Наш пока файл. Открыть. Сразу начинается установка. Она протекает довольно быстро. То есть примерно так же, как в Noxy. Все готово. Так, перед тем, как запустить, мы еще зайдем в настройки. Все приложения. Настройки. Так, здесь заходим местоположение. Режим. И ставим обязательно галочку напротив пункта по датчикам устройства. То есть чтобы у нас геолокация определялась только при помощи GPS. Так, все готово. Отлично. Назад. В принципе можно скрыть даже. Так, далее нажимаем Pokemon Go. У вас сразу тут такая подсказка всплывает. То есть как играть. Используется у вас управление. Если вы зажимаете Shift, то движетесь намного быстрее. Ну, как намного. Движетесь бегом. Так, подождем пока все загрузится. Что мне нравится именно у Bluestex, это то, что вся анимация, вот это движение, прокрутки, она происходит довольно плавно. Все видно просто прекрасно. То есть сам вид игры намного лучше, чем в Noxy. Если вас интересует именно графическая составляющая, то я вам советую использовать Bluestex. Отлично. Так, пробуем Bluest. Да, у вас сразу покемоны появляются. Как видите, все работает. Так, сейчас зажиму Shift. Мы должны побежать, да. Побежали. Все верно. Так, все работает, все отлично. Больше никаких манипуляций вам тут делать не нужно. Просто включайте игру и играйте. А на этом у меня все. Надеюсь, это видео было для вас полезным и вы сможете установить Pokemon Go на ваш компьютер. Лично я эмуляторами не пользуюсь, поскольку я выбираю честную игру и играю при помощи своего мобильного телефона. Ну что, до новых встреч. Ждите новых видосов. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Заходите на наш сайт. Там вы всегда сможете найти много полезной информации о Pokemon Go и о других самых популярных, ну и не очень играх. С вами был канал Shara Games. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok